привет с вами станислав магазин гироскутер шок у нас очередная новинка на нашем канале электровелосипед компании kuga v4 pro поехали ну что друзья компания kuga в этом году решила просто революционно подойти к своему товару и сейчас насыщенно наполняет свой ассортимент электровелосипедами и сегодня мы с вами познакомимся поговорим покатаемся и поделимся своими впечатлениями о новинке в сфере электровелосипедов hugo v4 pro итак встречаем давайте начнем с вами по порядку начнем с мотора колеса редукторная система по заявлению производителя 750 ватт но мы с вами дальше посмотрим конечно скроем контроллер посмотрим какой он и покажем и придем к выводу какая на самом деле здесь мощность и так по заявлению производителя напомню 750 ватт емкость аккумулятора литий-ионы 48 вольт на 15 и 6 ампер часов аккумулятор как заявляет производитель максимальный пробег на одной зарядке составляет до 50 60 километров а скорость до 52 километров более подробно технические информации вы можете увидеть сейчас здесь на экране остановите нажмите паузу для более детального ознакомления что касаемо рамы рама у нас с вами идет алюминиевая в принципе он достаточно подъемный вес его составляет 31 килограмм подвеска задние и нету передняя на нас с вами идет пружина и внутри соответственно масло не залито отрабатывает проверим ход есть нормальная вилка фара освещения у нас установлена здесь но на самом деле кто-то может сюда поставить это нас новый сотрудник сборщик вышел да то есть он решил ее сюда интегрировать чтобы было заметно да так вот на самом деле можно поставить и сюда это штатное его место но мы вопрос покажем его как что она здесь находится интересно как она включается наверное а включение фары у нас интересно как она включается ну ладно мы к этому придем дальше итак фара передняя маленькая корзинка зарядное устройство сзади у нас с вами багажничек сидушка спортивная небольшая насколько будет комфортно не знаю покажет время но посмотрите как он сделан красиво покраска черный глянец на оранжевых фирменных рассветки куга ободах с наклейками оранжевыми вставочками по мне очень стильно выглядит как вы думаете и ваше мнение интересно оставьте пожалуйста комментария багажник у нас с вами обычный багажник крепится он с двух сторон здесь шестигранные болты и есть двух сторон все то есть на самом деле скажу вам так что большую нагрузку если вы планируете есть там с весом райдера 2 килограмм так 80 долго наверное не прослужит это мое мнение если честно ну а так покажет время что касаемо системы управления самого электро велосипеда давайте перейдем руль прямой без изгибов без всего грипсы не антискользящие удобные слева стороны у нас с вами идет включение кнопка питания удерживаем выключаем удерживаем включаем все включился ну и джойстик управления электронных скоростей здесь у нас с вами 5 и на каждой скорости есть система пасс ассистент кто не знакомы это когда вы крутите педали не нажимаем электропривода то есть и ассистент вам помогает в движении информационный дисплей вы видите на нем у нас шкала зарядного устройства здесь у нас красивый такой ободочек виде тахометра образно спидометр режимы скоростей электронность показывать переключения здесь мы с вами видим пробег и общий пробег одометра и текущий пробег а в поездке с правой стороны что у нас у нас идет с вами куркового типа газ вы знаете сделаны как наподобие вот есть у куга некоторые самокаты если не ошибаюсь с 1 hx вот это вот такого формата насколько это надежно ну если честно большой вопрос любое падение например не дай бог конечно же да на велосипеде ударились курком этим курок от просто отвалился и все до свидания под замену с правой стороны сигнал и система торможения гидравлическая не скажу что это какая-то там безумно дорогая сама супер качественно но тем не менее она есть она присутствует отрабатывать достаточно неплохо поэтому неплохо что уже штатном режиме минус сразу что бросил с глаза это сиденье если вы хотите снять быстрый аккумулятор вам нужно вытаскивать сидушку она регулируется по высоте это большой плюс также как и сидеть рулевая часть регулируется по высоте все это регулируется классно так вот возвращаюсь к аккумулятору вот так вот мы вытаскиваем сидушку потому что здесь откидного формат сидений нету ведь ничего нет не откидывается джойстика джойстик не присутствует ставим сюда берем аккумулятор аккумулятор здесь у нас рельса с блокировкой убираем и вытаскиваем аккумулятор аккумулятор мы с вами видим элементы 18 650 48 вольт на 15 6 ампер по весу достаточно легкая где-то килограмм мне кажется три три с половиной четырех не знаю насколько здесь реально 15 6 ампер попробуем на следующем видео замерить ближайшее время и поделиться информацией по мне на самом деле что касаемо вот этого снятия аккумулятора ну честно могли бы хотя вот эту вот лапку поставить откидную на сидушке и было бы комфортнее намного удобнее дальше ручка здесь для поднятия переноски есть но и давайте перейдем с вами на самую систему и мы видим с вами стоит shimano shimano 7 скоростная 7 звездочек спереди одна то есть принципе если вы хотите кататься ездить просто спортом заниматься пожалуйста переключаем скорости катаемся передвигаемся все нормально педали пластиковые складные в этом плане молодцы продумали удобно ну и давайте складной механизм проверим с вами сложим его откинули подножку мы убрали с вами решили сложить а пока не сложим вот это вот и вот теперь мы начнем его складывать все сложили руль у нас тоже складывается сейчас мы с вами сложим вот так вот сложили руль все велосипед готов транспортировки пожалуйста безопасно опора стоит видите да то есть мы на него поставили то есть звездочки сама ничего не будет никаких повреждений на нее напряжение никакое не происходит давление давайте его соберем обратно собираем ставим на подножку и фиксируем поднимаем руль по колесам давай с вами поговорим а по колесам у нас 20 надувные пневматические камерные колеса покрышки panoracer panamera racer вот такие яркие покрышки с ободами резина на самом деле достаточно универсальная можно есть как и по ровной поверхности так и по бездорожью в этом плане огонь друзья а ничего он не напоминает точнее никого не напоминает вам данный велосипед мне кажется наверное многие сейчас задумались и подумали да напоминает а что напоминает minaco f10 pro и давайте мы с вами проведем небольшое сравнение посмотрим чем они отличаются друг от друга и каждый из них какие имеют преимущества и недостатки ну что по куга мы с вами поговорили ознакомимся в i4 pro f10 я снимал обзор ранее еще где-то на год или полтора это обновленная самая последняя модификация про и так что мы с вами видим колеса одинаковые покрышки одинаково просто разные производители покрышек насколько они вот эти будут качественнее некачественное покажет время но по колесам одинаково дальше тормозные диски отличаются у minaco они больше и более мощные смотрим на куга сразу глаза бросать также еще и калипер калиперу куга больше тормозная система будет намного эффективнее крылья металл пластик если вы помните на первых модификациях f10 были металлические кому нравится металл пожалуйста но на практике пластик будет понадежнее и по длине на minaco у нас с вами по длине плюс еще есть изгиб то есть ничего лететь не будет в отличие вот этого потому что мы видим с что здесь у нас закрывает и следить будет только вот сюда в область контроллера не очень приятно но гидроизоляцию мы вам сделаем все будет хорошо здесь у нас с вами тоже все лететь сюда в область контроллера гидроизоляцию также можно сделать отличается багажником здесь побольше здесь чуть поменьше дальше подвеска у нас здесь с вами идет обычная пружинная наверное что-то здесь у нас с вами регулируется или просто имитация стягивается но никаких обыдевательных знаков ничего нет у minaco у нас с вами воздушно-масляная с блокировкой и с правой стороны с регулировкой полноценной то есть можно блокировать ее вот подвеска совсем другая дальше отличие у нас с вами в фаре визуально ее видно обратите внимание фара здесь и фара здесь и отличие конечно системе управления обратите внимание то есть отличие в руле а руль здесь идет с изгибом с точки зрения удобства мне лично я сейчас не захваливаю там minaco да там или жалуюсь на kuga каждый велосипед своем классе хорош но более удобная комфортная посадка на minaco f10 а в отличие от v4 pro тормозная система здесь у нас достаточно очень высокого качества одна из топовых гидравлик стоит своем классе на велосипедах тормозные бачки стоят допуска до 3 до 4 здесь у нас бачков таковых нету относительно недорогая но тоже при этом эффективная тормозная система отличие включения бортового компьютера система управления джойстика и конечно система управления светом полноценная здесь сигналом поворотниками у kuga поворотников получается нету система управления также газа здесь я показывал вам идет просто курок такой небольшой здесь у нас идет на мотоцикле этого типа есть да есть еще куркового типа на куркового типа немножко отличается сейчас на фотографии вы это увидите прикладываю какие варианты бывают и конечно дисплея сейчас посмотрите вот если сравнивать они отличаются и на камеру я думаю также передастся если заметно видно в чем отличие еще багажник сзади наличие поворотников из топоря у kuga на сзади с вами просто катафот не стопоря не поворотников нету но при этом у нас с вами выведена вот на здесь у нас с вами выведен провод к возможной установки стопоря то есть принципе сюда установить стопори с поворотниками это можно если вам нужно обращать себе покупка данного велосипеда мы дооснастить сможем интегрировать вам стоп-сигнал с поворотниками но основное еще такое преимущество будет у minaco в том что быстросъемный аккумулятор нас спокойно с вами снимается откинув только сиденья а не снимая как на куга я это делал вытащив аккумулятор силовой отключили провод вот он а у куга кстати силового кабеля нету у него внизу получается интеграция я понимаю точно давайте еще с ним посмотрим как у меня аккумулятор нам нужно его просто вот так вот достать его штыри получается питание а вот здесь от плюс-минус и вот тем самым отсутствие показ почему отсутствует нас силовой кабель хорошо ли это или плохо опять же покажет время но мне лично как человек который привык работать с силовым кабелем часто привычно силовой кабель вот такая история сняли аккумулятор силовой кабель пожалуйста все как-то это более удобно что ли или привычнее педали педали здесь металлические здесь пластиковые здесь не складные здесь складные принципе основные отличия рассказал вам для того чтобы вы просто получили ответы на которые я уверен при небольшом сейчас обзоре в 4 pro мы сейчас делаем такой быстрый обзор относительно потому что новинка и хотим побыстрее с вами вас точнее ознакомить с этим велосипедом и нако убираем в сторонку потому что у нас видео идет про в 4 pro с велосипедом мы познакомились основные характеристики рассказал повторюсь 48 вольт на 15 6 ампер часов 750 ватт редукторная система хотя я очень сильно сомневаюсь что здесь 750 ватт когда у того самого минак идет 500 ваттный гравировка на мотор колесе обратите внимание пожалуйста идет 48 вольт на 240 ватт с таким гравировкой может скататься как по в общем дороге очень поздно так и по прохожей проезжей части друзья самое главное забыла что комплект идет комплекте у нас с вами здесь зеркал нет но есть ключи инструкция книжка и зарядное устройство зарядное устройство у нас с вами идет 2 ампера то есть примерно 7 часов 70 с половиной вас полный заряд аккумулятора все будет готово хочу поделиться с вами с вами ощущениями как он едет на что он способен и ощущения итак включаем сейчас я буду ехать только на системе пас ассистент без электропривода без газа точнее чтобы понять как оно у нас с вами так ну давайте первая скорость подхватил пас работает 2 то же самое третье бодро система пас прям очень бодро патит подтягивает четвертая пятая скорость тоже великолепно ну давайте привод набирает бодро на самом деле могу вам сказать что едет достойно очень достойно тормоза отрабатывать великолепно гидравлика дает себе знать ну что давайте попробуем знаете как сделать заехать с лестницей и съехать и посмотрим как она давайте проедем и все а я уперся блин так я немножко пристану нормально заехали сейчас попробуем там же я заеду с другой стороны мне просто очень интересно я сейчас плотную к нему подъеду к бордюру и с места как он будет нормально набирать но в принципе ребят тяги у него хватает с моим весом 75 килограмм даже вплотную подъехал к бордюру сначала немножко уперся да там но подрывает и в итоге я забрался нормально тест прошел так ну что друзья это было экспресс видеоролик для ознакомления с этой моделью что могу сказать велосипед достаточно неплохой что лучше если сравнить f10 и кугу v4 pro я скажу вам так что если выбирать между этими двумя моделями то конечно преимущество minaco f10 pro намного больше чем у данной модели но есть но это первая модификация v4 pro я уверен что дальше наверно не будет усовершенствовать стоковая его сейчас первая версия ревизия получилась достаточно достойной мы разберем контроллер еще посмотрим какой ампераж там идет какая у него мощность что не понравилось сиденье аккумулятор не быстро относительно съемный с точки зрения чтобы его вытащить нужно снять сидушку это некомфортно то есть это нужно откидывать так вот сделать как у minaco и будет великолепно руль в принципе руль нормально но более привычный с изгибом идет то есть здесь конечно кому как кому что больше нравится по конструктиву парами принципе все сделано похоже на minaco f10 pro но опять же друзья ценовая политика если говорим о minaco f10 pro ценник 86000 если говорим о данной модели ценник на сегодня если мне память не изменяет 68 или 69 тысяч рублей на более актуальная цена его сейчас по ссылке под этим видео можете увидеть то есть разница на 17 17 18 тысяч то есть это весомый аргумент в пользу там kuga kirin v4 pro согласитесь 18 тысяч это существенная сумма что касаемо других опций да то есть здесь все до оснастить можно стоп-сигнал с поворотник поставить не проблема повторюсь кабель здесь уже продуман уверен что контроллером мы когда откроем увидим что там есть от и ему можно просто интегрировать и подключить его просто стоит только сюда его установить прокинут провод все готово и так вскрыли контроллер что мы здесь вам видим 25 ампер часов ампераж в принципе достаточно неплохой контроллер на соединение у нас здесь силовое стоит хорошие в термоусадке можно сказать такой сильном кабеле здесь конечно провода у нас требуют термоусадки то есть они достаточно таких липкие то есть воздействие можно отвалиться поэтому гидроизоляцию назначено делать нужно поэтому обращайтесь и давайте сравним сейчас минак вот минак скрыли контроллер f10 pro здесь мы с вами видим контроллер на 20 ампер часов то есть сравнить минаков поменьше но при этом узнать по ощущениям если честно сами приезжать попробуйте вот минака набирает если он на максималке мне показалось по ощущениям пободрее в отличие от в 4 pro ну вот принципе как то так ну что друзья приезжайте тест-драйв модели в ограниченном количестве не очень много поэтому уже снимаю видео и уже часть их разобрали осталось повторюсь немного приезжайте успеть и купить покататься и выбрать для себя правильный электровелосипед ассортимент у нас огромный жду вас торговым центром электроника на пресне с вами станислав всем удачи пока пока и не забывайте поставить лайк колокольчик и комментарий надеюсь на вашу поддержку потому что снимаю специально для вас пока